Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Руда. Сегодня у нас в гостях Надежда Бархударян, специалист по связям с общественностью, психолог реабилитационного центра «Надежда Плюс». Надежда, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, про ваш центр. Как давно он работает в Рязани и вообще с чем связано его появление? Наш реабилитационный центр работает более трёх лет на территории Рязанской области. И, конечно же, появление связано с тем, что на сегодняшний день проблема наркомании и алкоголизма актуальна. Мы собрали команду специалистов и команду людей, которым не безразлична эта проблема. А самое главное, у нас есть опыт, и мы готовы работать в этом направлении. Скажите, в чём вот основные, какие основные направления вашей деятельности? Важно для нас было охватить не только работу с самим зависимым человеком, но и также мы берём в работу всю семью. То есть, как говорится, зависимость семейная болезнь. Поэтому есть первый этап – это стационарная реабилитация. И стационарная реабилитация предусматривает то, что человек едет в загородную резиденцию, проживает там от трёх до шести месяцев, иногда более шести месяцев. И восстанавливает свой разум, своё мышление, свою психику, которая пострадала из-за употребления алкоголя и наркотиков. Также биологическую свою составляющую, то есть своё тело. Он занимается спортом, занимается закаливающими процедурами. И самое главное – его организм учится функционировать без наркотиков, без алкоголя. В это время мы работаем с семьёй. Мы проводим лектории для созависимых, тренинги, изучаем специальную литературу для созависимых. И также, помимо основной деятельности, у нас есть профилактическая работа. Всегда с удовольствием отзываемся на предложения о том, чтобы провести уроки трезвости, тренинги для школьников, для подростков. И если кому-то надо, могут обращаться к нам. Если говорить о подростках, родители каким-то образом могут увидеть вот эту предрасположенность ребёнка, какой-то зависимости, то есть начальная форма – это зависимость от гаджетов, то, что вы сказали, да? То есть он может потом перерасти и в другие зависимости, или это не связано никаким образом? Безусловно. Если какое-либо поведение начало приносить проблемы, значит, синдром зависимости сложился. То есть, допустим, если компьютер занимает всё свободное время, не остаётся возможность учить уроки, посещать кружки, дышать свежим воздухом, значит, уже есть проблемы. Значит, это таким звоночком является, и нужно что-то делать. Что делать? Есть специалисты, и у каждого специалиста есть своя форма взаимодействия с клиентами. И, например, нашим основным направлением является зависимость от наркотиков, алкоголя и игромании. Мы на сегодняшний день также готовим проект по работе с компьютерной зависимостью. Ну вот с подростками, с детьми понятно. Надежда, что делать со взрослыми? Что толкает взрослого, состоявшегося человека пойти и употреблять наркотики, к примеру? Непринятие себя, проблемы в семье. И, как часто бывает, проблема зависимости, она сказывается не только на том, что человек начал употреблять. Проблема в четырёх сферах сразу же начинает проявляться. То есть, первое – это здоровье человека. Он не может уже просыпаться, он не может идти на работу без употребления. Дальше – это психика, вот как мы уже сказали, агрессивность, злость и лживость манипуляции. Конечно же, социальная сфера тут же начинает страдать. Появляются проблемы в семье, появляются проблемы на работе, на учёбе. Либо вообще человек перестаёт работать, перестаёт учиться, и круг его общения сужается. То есть, если раньше ему интересно было развиваться, идти вверх по карьерной лестнице, когда приходят наркотики, человек начинает деградировать, и круг общения сужается. Ну и, конечно же, я не могу не сказать про духовную сферу. То есть, в принципе, употребление любых психоактивных веществ – это уже духовная смерть. Значит, человек перестал ценить свою жизнь, любить, верить в лучшее, и надеяться на то, что у него получится перешагнуть определённые трудности. Надежда, ну давайте всё-таки мы немножечко на позитивный лад перестроим нашу беседу. Понятно, что проблема – это крайне серьёзная, крайне важная, и решать её надо. И здесь, наверное, должны работать над этим все. Это и наша задача, и ваша задача, и задача родителей, школы, и вообще, в принципе, всего общества, по большому счёту. Ну вот на вашем опыте вы работаете три года. Удалось ли, вот результаты какие вашей работы, удалось ли реально помочь людям, чтобы они действительно вот на длительную ремиссию вышли? На сегодняшний день мы делаем много для официальной деятельности. То есть мы входим в госреестр организации, которая предоставляет услуги по психокоррекции нарко- и алкозависимым. А это значит, что мы прошли все сопутствующие проверки. То есть это и пожарная безопасность, и взаимодействие с нашим наркодиспансером и другими организациями. Также мы имеем почётную грамоту от Лиги наркологов России. Но самое главное, что у нас есть много бывших пациентов, которые изменили свою жизнь. У кого-то появились дети, кто-то восстановил отношения с семьёй, кто-то обрёл новый путь в жизни. И именно это нас наполняет и помогает нам двигаться дальше. Безусловно, важно понимать, что наркомания, алкоголизм, игромания – это болезни смертельные, неизлечимые, прогрессирующие. И когда появляется возможность показать людям другую жизнь, показать способы и методы поменять свой взгляд на этот мир, мы делаем всё. Для этого мы продолжаем учиться, продолжаем изучать эту проблему, обращаемся за опытом в соседние регионы, в другие страны. Вот, например, родители поняли, что с ребёнком что-то не так, с подростком что-то не так, или со взрослым, да, близки. Решили к вам обратиться. Что в первую очередь надо сделать? Позвонить вам и взять направление на консультацию нарколога или прямо с пленником идти туда? На самом деле всё, что нужно сделать – это позвонить. Первый важный шаг – это позвонить, записаться на консультацию, подъехать к нам в офис на Татарскую 15. И у нас всегда работают психологи, которые готовы проконсультировать и рассказать, как дальше будем взаимодействовать. Есть у нас стационарная реабилитация, есть амбулаторная программа. И важной нашей задачей является подбор программы, написание индивидуальной программы для наших резидентов. Был случай, когда к нам обратилась мама двоих детей, и у неё не было возможности поехать в загородный центр. Мы с ней работали в городе, работали на протяжении трёх месяцев. И слава богу, эта работа дала хорошие плоды. Всё-таки важно, чтобы родители или близкие забили тревогу. Но ведь немало важно, чтобы сам человек понял, что у него проблемы. Зачастую вот в этом-то и кроется беда самая настоящая, что алкоголик никогда не признает, что он алкоголик. Так же и наркоман. Иногда приходится принимать решения и обращаться за помощью близким, жёнам, мамам, папам. Ну, чаще всего, конечно же, мамы проявляют инициативу и жёны. И я считаю, что это правильно. Потому что зачастую, вот мы сейчас проговорили про то, что это добровольное сумасшествие, это замедленное самоубийство. И, наверное, только близкий и родной человек, которому не безразлична судьба, может адекватно оценить реальность и найти тех специалистов, которые позаботятся, проработают или направят на психокоррекцию. Надежда, скажите, пожалуйста, вот если с наркоманией всё более-менее понятно, что человек либо наркоман, либо не наркоман, либо употребляет, либо нет, то с алкоголизмом немножечко сложно. Здесь вот немножечко размыты рамки. Что считать алкоголизмом? Это стопка водки каждый божий день, литр пива каждый день? Или вот когда бить тревогу начинать? Если человек употребляет раз в год на Новый год, это уже система. Бить тревогу можно тогда, когда есть определённые факторы. Биологические и психологические. То есть есть мандраж, человек требует, чтобы его похмелели. И опять же агрессия, одержимость употреблением алкоголя и срывы через какой-то период. Надежда, действительно, деятельность очень важная, серьёзная. И, наверное, она невозможна без сотрудников, без того плеча, который, наверное, находится рядом, без понимания. Вот понятно, что это люди неравнодушные. Вот расскажите, какие они ваши сотрудники, ваши соратники? Спасибо. Да, конечно, наша работа невозможна без команды. Наш персонал – это сотрудники, которые постоянно обучаются, повышают свою квалификацию, изучают проблему наркомании, алкоголизма и готовы выйти из рамок обычной трудовой деятельности. Безусловно, они обладают лидерскими качествами, эмпатия помогает в работе. И у каждого нашего сотрудника есть своя сильная сторона или тот способ и метод взаимодействия с резидентами центра, который присущ только этому сотруднику. И мы ценим и всегда поддерживаем их в желании развиваться. Скажите, ну вы, наверное, главный идеолог этого центра. Вы, наверное, вложили действительно туда частичку своей души. Скажите, какие качества вам помогают в работе? Потому что это ведь действительно очень сложно. И семья, собственно говоря, отнимает какое-то время. И вот понимают ли близкие, что вы много времени уделяете работе? Моя семья меня поддерживает. И я выбрала такую работу, потому что моя личная боль, которая живет со мной по сей день, определила мою работу будущее. У меня погиб брат от употребления наркотиков. И я начала искать способы и выходы из сложившейся ситуации. Изучала мировую практику, практику России. И тогда я узнала про 12-шаговую программу и о том, что она является самой эффективной в лечении наркомании и алкоголизма. Я очень загорелась этим. И нашла тех людей, которым так же близка была и интересна эта программа. Мы сначала просто мечтали о том, что когда-то это станет возможным. Но обычно, когда человек очень сильно чего-то хочет, находятся люди, возможности и условия для того, чтобы реализовать поставленную цель. Ну вот действительно целей вы достигли очень много. И есть люди, как вы говорите, действительно, которые смогли отказаться от наркотиков и выбрать жизнь, реальную. Реальную жизнь, настоящую, интересную. Планы на будущее. Расскажите, пожалуйста, чего хотите еще добиться? Ну, конечно же, хочется второй раз испытать радость материнства, написать и защитить диссертацию. Это замечательный план. Надеемся, у вас все получится. Спасибо. Надежда, у меня последний к вам вопрос. Давайте напомним нашим телезрителям. Номер телефона ваш, для того, чтобы они знали, куда звонить, и ваш адрес, и вот как раз название «Надежда плюс» для многих, наверное, станет той самой надеждой на излечение близких. Мы работаем в Рязани, улица Татарская, дом 15. Там же проходят наши встречи для созависимых каждую субботу в 16.00. Наш сайт «Надежда плюс Рязань» и номер телефона 8-910-620-1085. Откройте секрет названия «Надежда», оно как-то с вами связано? Надежда – это положительная эмоция, которая окрашена в разные цвета. Как правило, люди к нам приходят, уже ни во что не верят, но надежда остаётся всегда и у каждого. Ну, такое хорошее, мотивационное у нас практически получилось завершение программы. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова